Продолжение следует... Я хочу сейчас поблагодарить вас, друзья, за ту обратную связь, которая вчера поступила. Я вчера много разговаривала, объясняла, поясняла, что на самом деле такое Пракрити и что такое Викрити. И благодарю вас за проявленный интерес к этой теме. И сегодня, помимо того, что я вчера вела диалоги в личной переписке, в аудио, по ватсапу, я решила сегодня... Вернее, сегодня мы с Нурланом. Нурлан – оператор и моя поддержка, и вдохновитель на видеоконтент всегда. Сегодня я хочу еще в прямом эфире ответить на те же вопросы в режиме записи. Кто-то сейчас будет смотреть, возможно, напишет свои вопросы. Но у меня, к сожалению, тут программа такая, которая мне обратной связи не дает. Но это пока. Вот. И сейчас я с чего начну. Я сегодня без листочка, без бумажки. И буду объяснять тему саморегуляции. И зачем нам знать такие определения Пракрити и Викрити. Что это нам дает, и как это, вот и такую тему, непонятные определения Союзоведы, как нам легко понять, на какой аналогии. Итак, начну с чего. Сегодня к нам приходит клиентка для того, чтобы определить свое Викрити по пульсу на приборе АПК Ведокурс. Дело в том, что я, как преподаватель йоги, хочу подобрать для нее комплекс, который будет способствовать укреплению здоровья. Потому что девушка достаточно часто в последнее время, в весенний период, болеет у Юрви. И это продолжается из года в год. И я попросила у нее, чтобы она направила свои данные, время рождения, место рождения, для того, чтобы рассчитать ее Пракрити. Потому что, если мы хотим, чтобы комплекс мероприятий, а именно образ жизни, питание, физическая практика, были действительно настроены, вот их настроить на нашу саморегуляцию, нужно знать не только свою Викрити, текущую Конституцию, но и Пракрити. Что говорится, это нашу природу от рождения. И я сегодня буду, что называется, вещать со своими помощниками. Видите, я сегодня в оранжерее. Это будет... Я попытаюсь это объяснить, чтобы это было понятно и для женщин, потому что мы выращиваем цветы. И попытаюсь это объяснить по аналогии, чтобы это было понятно и для мужчин так же. Итак, Аюрведа выделяет основные три Конституции. Это Конституция Вата, это Конституция, люди с Конституцией Пита и люди с Конституциями Капха. И эти Конституции, их составляют пять первоэлементов. Земля, вода, огонь, воздух и эфир. Ну, сейчас мы не будем усложняться, уходить так в эту тему, остановимся на визуальном ряде. Итак, люди с Конституцией Вата. Я сейчас из тех цветов, которые в окружении меня, подобрала примерно те цветы, которые и по внешнему виду, и по тому, как, какова их жизнедеятельность и реакция на уход ближе всего к той или иной Конституции. И хочу начать с цветка, который называется спадипиум. Это больше, ну, возможно, больше известно, как цветок, который называется женское счастье. Вот так он выглядит. Обратите внимание, у него вот такие длинные стебли. То есть те, кто ухаживал за этим цветком, знают, вот у кого он дома есть, что этот цветок, он достаточно сложен в уходе. То есть если пропустить время полива, у него сразу опадают листья. Это тот цветок, за который он требует уход. Он требует внимания. Он не будет, например, расти не в своей среде. То есть если в помещении очень сухо, недостаточно влажности, да, он сухо. Если не соблюдается световой режим. Часто такие цветы, они просто погибают. Хотя, вот смотрите, этот цветок, да, наверное, я сейчас сначала пройдусь вот просто вот по ряду. Вот этот цветок, исходя из того, какие ему нужны условия, уход, его можно больше соотнести с людьми, схожими с конституцией вата. Потому что это люди-остыники, люди худощавые, которые имеют длинные конечности, тонкие запястья, тонкие лодыжки. Это люди, которые на температурный режим, они достаточно чувствуют. То есть если это особенно прохладные, то есть они мерзнут, мерзлявые такие люди. Вот. Возможно, кто-то из вас себя узнает. Вот это люди-вата-конституция. И вот с ватами можно соотнести вот этот цветок. Далее. Люди-питоконституция. Это нормостыники. Люди среднего телосложения. Люди, которые хорошо переносят физические нагрузки. Люди, которые... У них такой средний, нормальный уровень метаболизма. И если сравнить с цветами, то, ну, исходя из того, что вот у меня в окружении есть, я бы, наверное, сайт несла. Это цветок. Возможно, вот он вам покажется знакомым. Это цветок, который называется... Это у нас хлорофитум. Хлорофитум. Хотя он светлее, чем женское счастье. Такой можно показаться, что он нежнее, но это обманчивое впечатление. Почему я делаю такое заключение? Потому что, например, если с потифилом несколько дней не полить и вот срок полива или условия жизни проигнорировать, он через некоторое время погибнет. А хлорофитум, он менее требовательный в уходе. Если его забыть полить, ну да, он потеряет цвет. Но это время, то есть достаточно больше времени уйдет на то, чтобы, ну, скажем так, он... Активность его, жизнедеятельность его сошла на нет, прекратилась. То есть он средний, он более жизнеустойчивый, более жизнеустойчивый, чем женское счастье. И его мы соотносим, я его соотнесла с людьми типа конституции Пита. Дальше. И люди конституции Вата. О, извините. Люди конституции Капха. Это гиперстельники. Это люди, у которых достаточно мощная развита мускулатура. У которых такие крепкие кости. У этих людей, у них самый крепкий иммунитет. И поэтому хорошо, если... Ну, ничто на самом деле не есть плохо или хорошо. Но если конституция Капха, душа преобладает, это говорит о том, что у этого человека достаточно устойчивый иммунитет. И вот я хочу сейчас на примере Долларового дерева. Это называется цветок Замякулькас. Я его сравнила и его сейчас использовала для того, чтобы именно аналогию провести с людьми конституции Капха. Почему? Потому что, ну, посмотрите, вот в уходе, у кого есть дома эти цветы, этот цветок, вот согласитесь, этот цветок, где бы мы его не располагали в квартире, он достаточно хорошо себя чувствует. То есть он менее требовательный к температурному режиму, к влажности. Менее требовательный. Потом смотрите, какая мощная у него листва. Какие мощные стебли, если это сравнивать с костной составляющей человека. Листья такие плотные. Это мы можем сравнить с мускулатурой человека. Ну, надеюсь, что такое мое сравнение, оно более понятно, что ли, сделает для вас такие определения, как дошель. Еще хочу сказать, что вот, допустим, если за него пулька забудешь полить, и в течение месяца не поливаешь его, у него просто, скажем так, поморщатся стебли, но он не погибнет. Почему это важно знать? Потому что, и вот мы теперь подходим к такой, наверное, важной составляющей, потому что это все связано с жизнедеятельностью. Потому что спальтизилл может погибнуть. Может погибнуть быстрее, чем залеопулькость. Он требует уход. И также мы, люди, мы люди так же, как растения. Но если для своего, скажем так, вот для растений, для них вот этот настраиваю на рост, для того, чтобы они были пышные, для них это хозяйка я. Потому что я знаю, я знаю, какие условия для их хорошего роста, для того, чтобы они радовали меня и всех окружающих, что им для этого нужно. Какие факторы? Их освещение, полив, качество почвы. Я это понимаю. И я это им создаю. А теперь аналогия с человеком. То есть, допустим, человек тот же самый цветок. Как человек, мы как растения, так же мы разные, как я сейчас сказала, ваты, питы и капкоконституции. Как нам создать условия, для того, чтобы мы так же могли цвести, для того, чтобы у нас такой же был цвет кожи, для того, чтобы у нас была крепкая ускулатура, для того, чтобы у нас были развитые мышцы. Для этого нам, каждому желательно знать свою конституцию. и так, и теперь я хочу подойти к тому, что к такой теме, что почему же все-таки важно знать свое прокрити и знать свое викрити. Это для того, чтобы когда мы знаем свою природу, смотрите, важный момент, зная природу, условия, потребности, например, этого цветка, я ему не буду создавать условия вот этого цветка. Это все разное. И так же для нас, для людей, мы разные. Для нас будет, для каждого, важно, как для цветка качество земли, так для нас это качество и состав продуктов. Как для цветка это влажность и полив, так для нас, для людей, это питьевой режим. Как для цветов важен температурный режим, так же для нас, для людей очень важно и световой режим, и так же и температурный режим. Мы все по-разному переносим его, и для нас, для каждого, для того, чтобы мы были радостные, счастливые, здоровые, красивые, для нас тоже важен для всех разный температурный режим. Поэтому очень важно знать свое, что называется, свою природу, первоначальную и осознавать то, что с нами происходит и действительно ли происходят изменения. И теперь смотрите, вот я к чему хочу подвести. Я хочу подвести к тому, что когда вы идете, допустим, на пульсовую диагностику, нужно не только определять свое векрите, но для того, чтобы понять смысл того, что вот нам дала пульсовая диагностика, да, мы получили какой-то образ жизни, рекомендуемый нам. Мы получили какой-то набор продуктов, рекомендуемый нам. Мы получили, имеем, допустим, текущую векрите, это баланс дождь, вот который в текущий момент он и есть. И дальше возникает вопрос, а что нам с этим делать? Я тоже себе этот вопрос какое-то время задавала. И, ну и здесь, ну вот буквально, наверное, это у меня вот в последние дни, это для меня стало вау, я этим так воодушевилась, я этим начала заниматься, я так начала, так, я начала готовить еду в соответствии с тем, что я сейчас я понимаю. я начала ну да, я не могу сказать, что гулять, потому что сейчас мы как бы ограничены в помещениях, но тем не менее, я начала что делать? Я начала регулировать и подбирать себе практику йоги. Итак, возвращаюсь к пракрите и векрите. И здесь смотрите, друзья, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что Нурлан Женисович сейчас пляшет передо мной, и делать всякие па, чтобы я больше улыбалась. Я вам признаюсь, это сразу, потому что пока прямые эфиры, я чувствую себя немножко зажатой, но я надеюсь, что в ближайшие дни это... я расслаблюсь достаточно для того, чтобы уже говорить свободно и быть в потоке. Итак, смотрите, в чем... в чем же сложность? Дело в том, что многие проходят, многие люди проходят многочисленные тесты в гугле и говорят, например, дают, например, себе определение, да, я тоже эти тесты проходила, их много, заполняла там по 200, там 300 вопросов отвечала на них, вот, и запомнили тесты, там, где нужно, там, проставили плюсики или минусы, и потом, как обычно, идет там, да, вата, пита и капка, если у вас плюсов столько-то, значит, вот вы, больше у вас ваты, или плюсов столько-то, вот у вас больше, там, питы, плюсов, минусов столько, это значит, у вас капки меньше, и мы всегда еще смотрим, о, вроде бы, такие питы, они, такие, они всего добиваются, они такие, ну, амбициозные, то есть, они такие, здоровье у них нормальное, их там все любят, и кажется, что вот, ну, хочется больше вот таких вот пунктов себе подобрать, и даже, знаете, я, наверное, на себе объясню, на своем примере поясню, что, вот, например, если на меня внешне посмотреть, я рыжая, а люди битой конституции чаще всего рыжие, рыжая, конопатая, с серыми глазами, люди, у меня, я тонкокожая, быстро краснею, я вчера на свой прямой эфир смотрела, видел, что какая красная, правильно, потому что, когда до эфира нужно мне сделать курсовую диагностику, у меня вата, извините, пита конституция была очень-очень высокая, при том, что я вчера объясняла, в моем ракрите ее должно быть только в 17%, то есть меньше всего, вот, и, итак, я, что хочу сказать, мы, когда заполняем тесты, это классно, но это мы, вот уже сейчас и на протяжении лет, анализируя все вот это, вот всю эту подачу в интернете, я вам хочу, что хочу сказать, это только вопросы, которые нас приближают к этим пониманиям, а действительно, для того, чтобы определить свое прокритие, человеку, что нам нужно, нам желательно знать время своего рождения и место своего рождения, и специалист рассчитает, специалист по Ирведе рассчитает вам вашу прокритие, и имея свою прокритие, то есть, заводскую сборку, сборку от рождения, и вот, вот наша прокритие, это то первоначальное, наше, вот с чем мы родились, с каких набор, с каким набором первоэлементов, и анализируя текущее состояние, то есть, определив наши векрити, что я, что, как проявляюсь я сейчас, ну, векрити, конечно, можно для людей, которые очень много могут за собой самонаблюдать, анализировать, они, конечно, могут в течение дня делать некий анализ и определить свое векрити сами, но лучше, если все-таки и специалист по пульсовой диагностике вам тоже определит ее, и в данном случае вот у нас делает у самого диагностика Мурлан на приборе ведопульс, вот, и тогда действительно вот те мероприятия, которые мы будем предпринимать, они будут действительно осознанные и будут приносить больше пользы, а самое главное помогут нам настраивать что, как говорится, наш организм на саморегуляцию. Например, вот что сейчас делаю я. Я веду вот в этом направлении, я имею в виду саморегуляцию. Вот я веду такой дневник, вот, например, Мурлан, здесь я делаю записи, и вот указано его проакрити, мы замеряем его данные текущие и смотрю, вот у него такая-то природа. На сегодняшний день вот у него такое-то текущее состояние. Дальше, что я, исходя из этого, делаю? И сразу же смотрю, конечно же, вот я разделена две части, и сразу же делаю и свои записи, и тоже анализирую ситуацию, какая у нас проакрити, у меня проакрити, и что я имею на текущий момент, что мне это дает, и что я с этими цифрами делаю. Ну, я сейчас вам раскрою все наши семейные тайны, наверное, да, можно? Я скажу следующее, что, ну, наверное, для нас, для женщин, мы такие более организованные, и для женщин, для нас, мы сохраняем свою новость, мы сохраняем свою красоту, поэтому с возрастом, конечно, мы становимся уже более осознанные, но это я не хочу сказать, дело в том, что у меня девочки занимаются, и 22 года у меня девочка одна занимается, очень радует то, что сейчас, когда приходит молодежь, она очень интересная, очень интересная, очень дает такую глубокую обратную связь, даже вот под таким вопросом, таким, казалось бы, ну, сложным, как и вредом, вот, и так, возвращаюсь я к этим, что же я с этим делаю, я, конечно, вот смотрю, что там у меня, и я начинаю приводить свое текущее состояние, опять Нурлан прыгает передо мной, чтобы я больше улыбалась, приводить свое текущее состояние в соответствии со своей заводской сборкой, потому что все время вот такое вот происходит, полный дисбаланс, ничего никогда не соответствует, при моей, я как говорю, уже 5-17%, она у меня по, я допустим, я ее показываю, постоянно, то 57%, то 59%, то есть огня, как я уже вчера говорила, очень много, вот видите, у меня даже руки красные, но они еще красные еще от того, что сейчас боль постоянно с сборкой, но лицо тоже красное, вот, когда я приведу все в равновесие, то есть питу свою уменьшу, доведу ее до своих 17%, а капку вместо своих вот 22%, что я имею по своим последним, как говорится, показаниям, ледокольца, она у меня должна быть 53%, ну, наверное, у меня краснота, я надеюсь, ее уйдет, вот, итак, ну, я для питы, для того, чтобы, пита большая, когда нужно там выйти на улицу, смотреть там на водоемы, смотреть там на природу, находиться в облажном таком месте, чтобы наша пита успокаивалась, ну, сейчас вот мы находимся, где мы находимся, и что я могу сделать, как я вот уже говорила вчера, я убрала из своей практики асаны, которые очень питу повышают, в данном случае, вот, если вам действительно интересно эта тема йога в соответствии с конституцией, я могу порекомендовать такую вот ледок, вот она вот так выглядит, автор доктор Фроули, и здесь вот будет достаточно, как бы все понятно, и я сейчас хочу показать вот одну такую иллюстрацию, что касается шершасана, сейчас, фермируем, как на нас, как на человека воздействует шершасана, что это на голове, какую дошу, а вот вот, смотрите, друзья, да, вот, что пишет, и какую иллюстрацию дает доктор Фроули, как шершасана воздействует на людей, вернее, как она воздействует, а как она воздействует не на людей, а как она воздействует на дождь, вот тут видно, да, то есть питу стрелочки вверх очень интенсивно шершасана повышает, вату интенсивно понижает, и капту также понижает, вот, ну, здесь, конечно, очень много нюансов, продолжительность пребывания в стойке на голове, не хочу сказать, что я ее совсем исключу из своей практики, но пока пита высокая, я ее исключу, а буду делать асаны, которые, ну, наоборот, в общем, я делаю комплекс, который понижает питу, ну, соответственно, повышает мою капту и воду, но это, что касается практики, практики йода, а что еще, скажем так, я сейчас делаю, и в большей степени, конечно, я думаю о том, как урегулировать Дошу и Нурлана также. И здесь, конечно, через что мы действуем? Женщины, мы действуем через еду. Где-то, наверное, в году 13-м или 12-м я когда ходила на рынок, я все время ходила с книгой, которая называется «Люгическая кулинария». Вот она вот так вот выглядит. Вот. Это книга. Вот. Автор «Уша» и «Васан Плат». Я почему ходила с этой книгой? Я потому что здесь использовала в конце книги вот такая здесь приведена схема. Набор продуктов и значит, набор продуктов все. Фрукты, зерновые, овощи, масла. И это здесь такая удобная таблица. Вата, пита и капха и какие продукты ту или иную душу повышают или ту или иную душу понижают. Ну, конечно, это на продавцов на рынке я ввергала в такое недоумение, потому что я буквально подходила к овощам и, допустим, к лотку с овощами и стояла, смотрела книгу, а потом что-то покупала. Вот. Но пока это знание о свойствах тех или иных продуктов, как они влияют на наш организм, оно не стало таким, ну, не легло, и пока я все не запомнила, и это не стало образом жизни, что ли. Вот. И что сейчас я, например, делаю? Ну, например, я пошла, знали, что вот у нас такая питовая обоиха высокая. А, кстати, я же не сказала самое главное. Мне повезло в плане чего? Дело в том, что у нас практически прокрытия с Мерланом похожи, и души вышли в равновесие одинаково. То есть у нас обоих очень высокая пита, вышедшая из нормы. Вот. И в этом плане мне легче, почему? Потому что, зная все это, мне не нужно на несколько человек, у которых там разные души вышли с равновесия. То есть я на нас двоих делаю, практически регулирую одно и то же. Регулируя себе, я понимаю, что я то же самое регулирую и у муглана так же. И, например, что я вчера делала на ужин, знаю вот это все. Я сейчас убрала из ежедневного рациона те продукты, которые повышают питоконституцию. То есть, например, что? Те же самые острые специи. То есть я уже, например, когда пошла вчера в магазин, я уже осознанно не покупала ничего того, что повышает питоконституцию. Ну, например, там острые какие-то специи или там, ну, в данном случае вчера это конкретно был вопрос там по черному перцу. И когда мы сели ужинать, Мурлан спросил, а где на столе черный перец? Я сказала, что сейчас мы это уберем пока из рациона. Конечно, да, я его чуть-чуть добавила в борщ, который я готовила, потому что я перед этим положила туда куркуму. И сейчас один такой момент. Если мы добавляем в еду куркуму, используя ее как природный антибиотик, а мы ее сейчас добавляем во все блюда, в кашу, в первые блюда, во вторые блюда, даже можно и в напитки, потому что это природный антибиотик, это против вируса. Для того, чтобы ее активизировать, мы добавляем туда немножко черного перца. То есть я в еду добавляю черный перец, а уже так просто на стол его не ставлю. И вообще острые специи все со стола убираю. Чеснока чуть-чуть дозировано, и то лучше в готовом виде. А самое главное, что сейчас на завтрак, это крупа овсяная, потому что она охлаждает, и она показана для людей пито-конституции. Вот. Что я еще хотела сказать? Да. еще, знаете, на чем хотела остановиться? Я хотела остановиться, для чего важно, то есть, так, я же обещала сравнительно дать понимание дождь и для мужчин также. Вот, два момента, на которые я еще сейчас хочу осветить. Для мужчин, чтобы было понятно, может быть, и для некоторых женщин тоже. Вот смотрите, есть такие механические средства, механизмы разной сборки. Это велосипед, допустим, гоночная автомашина и КАМАЗ. У них разная сборка, и, соответственно, мы их по-разному эксплуатируем. То есть, они требуют все разный уход, у них разная выносливость, то есть, это, наверное, уже будет неправильно, как на велосипед водрузить столько же, сколько тянет КАМАЗ. Или, например, от велосипеда мы же не будем требовать такой же скорости, как какова у гоночной автомашины. Вот это очень такое, вот это понимание, оно то же самое это мы переносим и на людей. То есть, у нас у каждого своя сборка. Это не говорит о том, что кто-то плохой, или кто-то хороший, а просто мы, зная свою заводскую сборку, у велосипеда, у него такая, он столько может вынести килограмм, у него такая скорость, и мы, и вот он такой, автомашина гоночная, вот она такая, у нее такая скорость, мы же не будем автомашиной гоночной тянуть, например, 9 тонн угля, как может КамАЗ. Или, например, использовать КамАЗ, ну, наверное, нецелесообразно так же, как использовать велосипед. У КамАЗа такая же, такая, вот такая мощность, так вот стоит, наверное, использовать его, и вот его, его скорость, и его тягу, головую силу, наверное, будет правильно сказать, грузоподъемность. Грузоподъемность, я это к чему? Велосипед? Это те же самые остыники, это те же самые люди в артоконституции, но это я очень, очень упрощенно, так как тема сегодняшняя наша была, это простая аналогия для того, чтобы понимать свои конституции. Вот, у автомобиля гоночного у него своя скорость и свое предназначение, и использовать его как велосипед неразумно, и использовать его как КамАЗ тоже неразумно, поэтому мы используем его как гоночную автомашину и создает ему такие, такие условия, такой уход, такой там, допустим, там, не знаю, такой бензин, такой марки и так далее. И КамАЗ, мы его используем как КамАЗ, скажем так, это такой гиперстенник, это такая капха, у него вот такая мощность, у него такой иммунитет. И, например, если его, этот КамАЗ использовать как велосипед, тоже неразумно, наверное, он развалится, хотя вот у него он такой вот мощный. Вот, поэтому, надеюсь, что вот такие сравнения с машинами, с цветами привнесли больше понимания, дали вам больше понимания того, что такое доши. И что на самом деле это для нас очень важно. И здесь, знаете, я к какой теме подошла еще? Хочу сейчас вам этим тоже с вами поделиться и вот этот момент объяснить, почему я думаю, что для понимания каждой девушки это важно. есть такая интересная книга, я на ней уже останавливалась, она называется «Жетские проблемы». Мне кажется, что я о ней говорила уже вчера. Вот она. Автор, доктор Атрея. И это очень, я считаю, что эта книга, она должна быть настольная для каждой женщины, потому что здесь, ну, о том, как настраивать свой организм на вот этот, на эту саморегуляцию, как сохранять дольше свое здоровье, ну, конечно, здесь вопросы касаются разных и климакса, и как его легко и просто пережить, как регулировать свою гормональную систему, чтобы она не привносила дискомфорта в нашу жизнь, вот этот бесконечный, не прыгали наши гормоны, вот, и я эту книгу для женщин очень рекомендую, вот, и я к чему вот подошла, смотрите, это тоже мои наблюдения, дело в том, что я в январе, феврале начинала проект, который называется подготовка к беременности, он у меня возник по причине того, что сначала я занималась женщинами подготовкой к родам, но потом поняла, что вижу, наблюдая за девушками, что женщин нужно на самом деле и к беременности тоже готовить, чтобы они могли тот в комплексе использовать, тот возможный арсенал и физических упражнений, нагрузок его использовать, нужно готовить и к беременности также, но я столкнулась с такой темой, начало много девушек обращаться с проблемами и забеременеть, и с проблемами и сохранять беременность также, но в течение особенно первого триместра, и здесь я еще раз хочу подвести особенно девушек, женщин, это и для мужчин тоже важно, потому что мужчины тоже участвуют непосредственно и в процессе зачатия ребенка, почему для нас очень важно понимать конституцию. Кажется, да, я это встречала у Давида Фроуэли в его книге «Айвизическая терапия», вот она, эта книга, где именно в ней доктор Фроуэли пишет о том, что тяжелее всего, если речь идет о зачат ребенка, тяжелее всего это людям, женщинам с латоконституцией. И вот здесь, знаете, опять я переведу, вернусь к растению, приведу аналогию рядом с ними, и это действительно, например, так. Вот, например, если вы разводите цветы, я разложу цветы, когда, ну, есть такая возможность, есть время, люблю я это делать, вот, например, для того, чтобы размножать цветок за миоколькос, ну, во-первых, очень требовательный, и вот эта процедура, его, там, отделить луковицу от луковицы, потом соблюдать вот этот момент касания с воздухом, потом полив, то есть, ну, часто цветы, он, действительно, он погибает, это, если вы это делали, ну, это, да, это имеет место быть вот так, то есть, он очень требовательный и очень тяжело размножается, вот, требует, вернее, не тяжело, а требует ухода за собой, и вот, знаете, вот, я его соотнесла, если вот вы слушали эфир сначала, я его соотнесла с латок институции, а вот, возвращаясь к замеополькосу, который я ассоциирую с капхатной институцией, вот что удивительное я вот вам хочу показать, он очень, очень легко размножается, листочек отрезал, или там, да, листочек отрезал, поставил в воду, этот листочек вот у меня, например, отломил себе листочек, я его в воду поставила, он дал корни, сам по себе вот в воде постоял, сам вот листочек дал корни, попробуйте, например, женское счастье, отрежьте листочек, поставьте воду, он никогда не впустит корни и никогда таким образом не будет размножаться, то есть не нужно для него определенные условия, определенный уход, определенная земля качества и так далее, а этот, видите, то, что я соотношу с капхо-конституцией, и вот у женщин капхо-конституции, у них, как правило, нет проблем с зачатием, нет проблем с течением беременности, они на самом деле, по моим наблюдениям, вот я, девочки, те, которые капхо-конституция, и у них конституция в балансе, я хочу это отметить, то есть они понимают свою природу и настраивают, проводят вот эту самостойку, и я наблюдая по ним, вижу, что их прокрити, она близка с их викрити, и они на самом деле очень легко рожают, вот, и вот, вот скоро вот этот цветок, черешок, я буду посадить, вот, ну, у меня на сегодня, друзья, все, я вас благодарю, благодарю, для тех, кого, кому это было интересно, и понятно, пожалуйста, поставьте лайки, если эта информация была полезна, поделитесь с друзьями, если для вас что-то действительно заинтересовало, вы можете писать в комментариях свои вопросы, я на них с удовольствием отвечу, всем здоровья, всем глубокого осознавания и на самом деле осознать и найти свою природу, вот, всех благодарю, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...